где-то тихоньки но на самом деле действительно там по разным оценкам от четверти до половины миллиона человек развивающихся странах от ровно все где а в основном питаются рису слегка каждый год лет но оценки или различаются по видео потому что трудно считает а кран то половина из них еще и умрет с этим можно бороться дать следующее вот слева золотистый рис а он сеть на золотистый вот он натурального цвета а золотистым потому что в нем таки есть каротин каротин в дом есть потому что в геном этого риса ставлено несколько генов из генома подсолнуха может быть от ланчика я пугать почти одно и то же на самом деле вот подсолнух значит не научить на сужно цветные то и другое и метаболизм одинаковый желтый цвет лепестков подсолнуха значит он собственно желтый ровно потому почему почему морковь оранжевая да потому что в нем есть есть каротин и уже довольно давно значит взяли гены которые отвечают за синтез каротина и вынули ведь там и гены из генома подсолнуха и потомчика пересадили в геном риса ну а соответственно значит вот вот белый это рис обычный и казалось бы все хорошо давайте следующего но вот такая тоже почему-то люди не очень хотят чтобы это выращивали и вот значит филиппинцы выничтожают опытные посевы этого самого золотистого риса большим энтузиазмом и собственно реально это действительно в общем особенно нигде не работает давайте еще следующий второй такой же пропагандистский значит слайд это про инсулин инсулин это белок и обнимите пожалуйста руки значит у кого есть знакомые больные диабетом или не дай бог родственники или вы сами в общем потому прям больше половины немножко так и это но полезно понимать что весь инсулин который значит виде инъекции значит колют диабетикам это человеческий инсулин сделанный аген инженерными бактериями что этого это был свиной инсулин который там нескольких местах отличается от человеческого поэтому возникали иммунные реакции а проходит время помогал а потом на пару становился хуже сейчас практически весь инсулин который полет это кино инженерный человеческий инсулин давайте сейчас следующем вот это там почти единственный такой минимальный научный слайд который меня будет просто показана технология до берутся бактериальные клетки берется соответственно фрагмент генома человека вставляется в бактериальный кином и мы получаем геноинженерная бактерия которая подживет на наши бачок фармацевтические фабрики и человеческий инсулин нам делает ну поэтому как то вопрос немножко понимать на каком эти находите давайте следующие вот и теперь сейчас тоже еще немножко мы играем значит было просто который мы сейчас попробуем воспроизвести вот представьте себе что магазине продаются два абсолютно аналогичных продукта которые отличаются только двумя свойствами значит первое что один немножко дороже другой немножко дешевле ну и соответственно более дорогой имеет наклейку что он не содержит кому а более дешевые эту наклейку они содержат вот кто купит дешевый скмо ну вот это тоже было ожидаемо я уже так накалывался хорошо а кто купит дорогой без мог а а ну все-таки есть замечательно спасибо вот потому что но иначе получается так причинка на конверс проповедование перед уже обращенными я научился значит из этого тоже выходить значит я кто это все понимают у вас зато я надеюсь что вас появятся доводы для убеждения ваших знакомых родственников это тоже собак себе полезно вот а еще давайте следующее ну соответственно кто думает что продукты содержащие геномодифицированные компоненты вредят здоровью так и еще давайте следующее а кто думает что могут запретить мне интересно вот те кто считает что они вредят здоровью но при этом не считают что их надо запретить какими соображениями крови мизантропии можно можно в этом месте руководствоваться вот а давайте еще следующего ну да аудитория посетители кик пикника по видам отличаются от населения российской федерации среднем потому что такой нормальный опрос уличный топцом а можно верить когда это не касается политики значит три четверти купят продукты без гмо и четыре пятых считают что это действительно вредные поддерживают запрет на самом деле очень интересно вообще похож на какая-то мировая константа там знаю много разных других опросов где соотношение где-то вот 84 процента к 16 до что такого сорта айсин подбиваю что это сильно пересекающиеся комборты вот например интересно вот люди которые считают что продукты из гмо вредят здоровью но при этом готовы их на вот сколько их 8 процентов да они готовы их покупать но при этом считают что они вредят здоровью вот это тоже интересное это и самые люди да это одна анкета было бы интересно их как-то поисследовать вот давайте еще одну хорошо а кто считает что обычное растение не содержит генов а растения геномультифицированные содержат ген таких нет нет честно никто так не считает но я не буду издеваться честное слово давайте следующее вот а на самом деле вот так это на самом деле одно и то же потому что но просто чуть более упертые то же самое соотношение в 85 к 25 вот это похоже на какие-то мировые константы и это на самом деле действительно вещи по видим довольно сильно связанные потому что на преподавание биологии в старшей школе уходит один час неделю и от безумно мало и на самом деле это очень плохо потому что как те решения которые мы там должны принимать там покупать море не покупать или там не дай бог кто-то заболел общем полезно понимать на самом деле там что с нами происходит как-то как наследие на этом отдельно немножко история но действительно вот этот нелюбой куму она по-видимому помимо каких-то рациональных страхов и ну какой-то истерики которая в газетах а в телевизоре происходит в интернете она еще ложится на тяжелое непонимание того что на самом деле происходит давайте следующее вот что же на самом деле происходит откуда вообще берутся новые сорта да такой маленький кусочек легбеза но первое это понятно это традиционная селекция так чаще что там многие тысячелетия сажала разные растения и самые хорошие выросшие экземпляры их не съедали а брали семена и на следующий год сажали вот те которые немножко лучше и начало земледелия собственно в этом состоял потом уже в каком-то довольно продвинул уже как в исторические времена сопротивление что можно гибридизовать а можно скрестить например культурный сорт с диким и какое-то свойство дикого сорта привнести в культурный сорт она там типичная ситуация что есть там культурные яблоки но они быстро книют а есть дикие яблоки которые не в устные но никто зато не гниют давайте мы их скрестим и потом ты всякий раз будем отбирать такие экземпляры которые с одной стороны вкусные от другой стороны не гниющие и проведя вот такое скрещивание то всякий раз скрещивание не гниющие потомство культурным сортам этот признак вносим в культурный сорт это называется интродрессия очень старая техника ясена ну на уровне комикс это объяснил на идее примерно такая где-то в середине прошлого века появилась ведь новое мощное средство ну когда как началась генетика и молекулярная биология и там люди стали понимать что там гены как-то меняются от внешних воздействий привел снова и мощное средство создания новых признаков а именно случайный мутаген и вы берете семена и устраиваете очень много мутаций случайно например химическим мутагеном или мощной дозой значит радиации у вас получается сразу много случайных изменений вы не знаете где они случились что все это выхеиваете скорее всего почувствует себя просто не зайдут потому что но понятно если случайным образом что-то порт скорее всего на такие спорт если они улучшатся но среди того что вырастет будут какие-то уродцы которые могут иметь каких так на вид полезные свойства колос больше или там стебель толще или он стал низкорослым или набор стал высоким до таких того что вам нужно задача берете вот эти отдельные экземпляры у которых есть полезное свойство которое вы хотите внести ваш сорт который вы улучшаете и дальше тоже самое скрещивание селекция вы скрещиваете отпираются те которые сохранили свойства культурного сорта но приобрели ваш признак в руках некоторые свойства культурного сорта скажем западе это опять скрещивайте с культурным сорт мы опять последнее поколений вы вот этот новый бизнес если ваш культурный сорт прошу прошу прощения вот и полезно понимать что практически все индустриальные сорта которые сейчас в сельском хозяйстве применяются они получены таким способом это потомки там сильно облученных плитков который случилось много случайных изменений и в частности какие-то случайные изменения которые были полезны вот перестроечные времена был такой чудесный роман дудинцева белые одежды про сороковые 50-е годы советской генетики и там этот мотив проскальзывает он там не основной но там вот и такие упертые лысинковцы которые тем не менее тайком бегали к ускорителю и свои семена облучали и начинается конца 70-х годов обновилась гены инженерии сначала это была гена инженерии микроорганизмов а потом гена инженерии растений и ну животных на самом деле только экспериментально никакого кино инженерного мяса нету а растение гены инженерии действительно вполне существующая область и там нет много разных экспериментальных техник найти всегда примерно одна и та же вы берете набор генов которые несут те признаки которые вам нужны но например случае злодистого риса это гены которые продукты которых обеспечивают синтез каротина этот ген кодирует белок и вы просто берете там несколько белков которые катализируют последовательной стадии этого синтеза и вставляете в геном того растения которые вы хотите выращивать это может быть случайная вставка но вы всегда можете проверить какое место это вставил это если это вставилось какое-то место который испортил агент который там жизненно важный то вы просто эту линию дальше не берешь а сейчас уже научились делать направленные вставки поэтому вставлять под конкретное место кино мы полностью понимаете что у вас там что у вас там происходит она вот так и на инженерии состоит в этом давайте следующего но так нет да вот этот лады обычной традиционной селекции а вот кто знает кто-то такой давайте мы по подсказке вот это вот поднимите руки кто знает что для растения но я так и компеолог должны быть да вот подбегаю знающие такие синтез предок кукурузы того дико растущих вот от него голос но соответственно сначала не такие вот твердые семена в небольшом количестве начало там и вот постепенным отбором значит сначала вот эту твердую оболочка исчезла а женщина полочка исчезла ген который отвечает развитие этой оболочки испортился был уродец но там дикому театру хорошо чтобы всегда были защищены поскольку мы не хотим это отшелушивать и отрезать то нам и когда мы ворачиваем кукурузу уже лучше чтобы этого не было соответственно вот сделали сначала голос побольше и без этой оболочки потом соответственно голос початок уже дальше рос на самом деле тоже вот этот вот черный справа это тоже ассорт полученной традиционной селекцией там другое случилось по дороге потеряли ферменты которые отвечают за черный цвет этого самого отдельного зернышка тут не 30 потеряли а некоторые не соответственно вот это тот который не потерял там остался черным как был вполне стандартные сорта там магазине можно купить там есть кто-то любит кто-то любит эти самые чипсы из кукурузной муки на часто то соответствует они бывают желтый бывают черные черные не потом подкрашенные потому что они просто сделаны из черной кукурузы а давай следующем а вот теперь кто думает что вот это генномодифицированная кукуруза долгом я совершенно такого цвета быть не может нормально да но но кто да нет на самом деле давайте еще одно нет на самом деле такой действительно сорт полученный абсолютно традиционной селекция тот человек скрещивал традиционные сорта и получишь такой чудесной красоты никогда нельзя предсказать каким именно будет цвет початкой цвет отдельного зернышка там отдельная чудесная история про генетику кукурузы там ведь прыгающие кеды которые прыгают независимо от человека часть нормальной кукурузной генетики и была такая чудесная женщина барбара маклин так которые собственных открыла и далеку никто не верил а потом иначе выбор выдали за это нобелевскую премию соответственно цвет этих зернышек разные потому что брат гены немножко по-разному прыгнули в разные места какие-то работы таких нет хорошо это была легкая история дать следующую а вот этот кто думает что это геномодифицированный бык я даю что всем было видно давайте еще следующее да ничем его не кормили это традиционный сорт порода бельгийская голубая выведена в тысячу примерно в 1800 году 200 лет назад и даже понятно что с ним случилось а через белок миостатин который регулирует развитие мышц значит в этой породы он испорченный соответственно значит бюджет растет и растет ну я что природе такая ты не выживает а порода действительно есть и вполне процветает и вот они такие чудесные давайте еще следующий вот теперь будет немножко такой откровенной ноги пропаганды потому что это основывается на некоторые реальности но будут там начал рассказывания о дикторе верьте мне я биолог здесь просто конкретный оттенок очень-очень любят говорить что хотя все замечательно но не проверено то вот давайте мы ведь эту технологию никто никогда не проверила на экспериментальная и как же вот мы будем это магазине покупать когда это науки проверят сейчас просто неправда но как проверят есть я буду ссылаться на обзоры они конкретные стати по статье очень много но вот например значит был опубликован в прошлом году обзор сколько тысяч 1800 статей из них 800 без малого были просто про безопасность гумок питания оказалось следующее что не одно из такие опубликованные приличном журнале до прошедшие лицензирование в которой был показан вред на геномодифицированных организм значит растений если вы идите просто нет подозрения были в трех статьях про при конкретных сортов кукурузы при проверке не подтвердил естественные науки устроены так что всякий раз когда тот что-то утверждает масса народу потом начинает от проверять просто так устроена то что к мод не должны быть вредные значит там как биохимические или как-то еще это в общем следует из того что мы знаем про биологию единственное что опять-таки биологические точки зрения потенциально могло бы быть нехорошо это аллергенность да что вы просто приносите новый аллерген стоп-сорт в то растение которое все едят значит таких было две таких истории однако и подтвердилась вторая очень поучительная значит или кем бразильского ореха и пересадили в сумму чтобы улучшить ее и питательный свой даже понадобал по поле маслянистая и хорошие и потенциально те у кого была аллергия значит на бразильские орехи значит у них должна была поводить медиаллергии на этот сорт сорт сои такие конкретном белку значит эта штука была отловлена и соответственно этот сорт на рынок никогда не поступал и это поскольку про это понимают то это просто вещь который автоматически проверяются вы там ну опять это не очень сложным налоги до когда вы пересаживаете кирп и проверить на аллергенность это общем не сложно а второе что очень любят говорить давайте следующим что ночь хорошо да но погибли ничего страшного но зато значит непонятно совершенно такие будут детки внуки и так далее может вообще не будет значит есть такая стандартная прошилка про то что опять генномодифицированные продукты непонятно как влияют на во многих поколениях ну отдельный вопрос начатаем до скобки то что никакого механизма этого влияния не предложено чистомозрительная страшно если вы поедете генномодифицированную картошку с вашим геномом ничего не произойдет так как если вы едите обычную партнер поэтому суть никакой разницы нет значит но тем не менее как бы теоретическое возражение а вот по точки зрения практическая просто неправа потому что таки до пыли экспериментальные работы в которых проверялась потенциальный вред мог при этом продолжительном применении в пищу или и во многих поколениях ведь эта вещь который на самом деле тоже проверено когда кто-то говорит что никто не проверял как мог ли я помыть поколениях это человек говорит неправду давайте еще следующее кроме того на самом деле помимо вот таких экспериментальных как по контролируемых исследований еще чисто эпидемиология в северо-американских соединенных штатах скот и птицу кормят геномодифицированные там слои кукурузой уже очень давно и опять-таки значит никакой вспышки генетических урод или там рака или чего-то еще не наблюдается такая вот прямая эпидемиология помимо экспериментов которые делали на самых разных верюшек там от рыбок до тех же самых коров есть еще эпидемиология просто вот от применения к мол животноводстве и давайте чувствую дальше есть стандартные такие мемы да вот такие такие идеи которые очень глубоко проникли в коллективные бессознательно ночью это химия тренируюсь значит читать популярные лекции на водителях такси я когда с работы вечером езжу значит если я там устал и не хочу общаться то на вопрос о том не художник ли я я мрачную варю что я математик и никакого обсуждения не происходит почему-то вот значит а если я живой и как-то готов то я говорю что я биолог и дальше у меня есть 20 минут или там полчаса если пробки вот на то чтобы водителю таскать ним обсудить какие-то утрепещущие биологические вопрос самые разные там почему у него жены карие глаза у ребенка голубые вот у меня есть 20 минут чтобы объяснить что и доминантный аллели рецессивные аллели так ничего страшного там не надо жену убивать игму довольно часто в этой ситуации возникает и такой стандартный вот такой вот мем что вот все вот это вот химия вот геномодифицированные пестициды химия вот как это ужасно как это вредно и и вещь которую надо умеет там жестко произносить что супа день на мой сядет кому это когда вы там генной инженерии поменяли геном и вот какие-то новые свойства принесли а химия то что вы льете значит из лейки или самолета великому с трактора я не знаю так получается просто разные там экономические техники вообще парень имеющие отношения друг другу а медицинский факт при этом состоит в том что химическая нагрузка при выращивании геномодифицированных культур меньше чем химическая нагрузка на те же самые поля есть выращивать аналогичной культуры но только не геномодифицированные тут речь идет вообще говоря тоже вот полезно понимать что когда вы геномодифицируете сорта то вы можете преследовать ну примерно 4 группы целей вы можете улучшать каких потребительские свойства но в случае там золотистого риса вы можете улучшать агротехнические свойства какие-то психотатом устойчивые засоления там засуги чему-то еще до который можно выращивать там где традиционные выращивать не получается вы можете улучшать устойчивость к вредителям и вы можете то что больше всего обсуждается вы можете внести в культурный сорт устойчивость гербицидов соответственно вы можете поливать такое поле гербицидами а сорняки не выживают а культурный сорт выживает потому что он устойчивый а так вот опять таки это не одна статья а это обзор сразу большого количества статей значит блин это следующем что на полях где выращивают геномодифицированные растения большего большего употребления гербицидов не наблюдается гербициды льют и там и там примерно одинаково а вот пестициды то есть то что убивает насекомых их употребляют вот на 37 процентов меньше но это же понятно почему то есть у вас там картофель устойчиво к лорадскому жуку то вам не надо дополнительно его ничем поливать потому что лорадский жуку так его есть не будет поэтому вот там когда говорится что вся эта химия значит надо не дрогнувшим голосом говорит что нет имеет и как раз меньше и еще следующего но та же самая картинка это распределение просто вот этот вот этот квадратик это как раз вот это 0 и на чуть-чуть иногда становится больше но как правило дальше как правило становится меньше причем довольно значительно вот средняя от 30 37 процентов давайте еще следующее второе тоже значит вот у бабушки была клубника как это было клубника вот и перейдет магазин там не клубника все пластмасса так и есть правильно только полезно понимать что геномодифицированные клубники не существует на свете что те не безумно вкусные значит сорта которые продаются супермаркетах это плод вот такой стандартной селекции генетом и на последующем отбором или просто с отбором и это даже понятно что это отбор именно на индустриальное производство на транспортировку и на лёжку да вот тоже меня на ноль как ты спросили что как же так вот мы там помидоры купили забыли в холодильнике вернулись из отпуска они даже не попортили правильно но опять это плод значит результат клонической селекции потому что отбираются потому что опираются значит такие сорта которые можно выращивать индустриально и тоже понятно как это происходит потому что клубника вкуснее всего за день до того как она от нее это вот тогда она сладкая сочная и чудесная это ровно том что индустриального производства противопоказано и даже понятно значит что что с этой клубник и случилось значит там есть такая система которая начинает клеточные стенки разрушать и делать из них вот вкусные сладкие сахарата чтобы либо это съел кто-то кто это будет потом переносить семена начали бы чтобы это упало там и увлажнила почву чтобы потом эти семена хорошо проросли да и так эволюционно значит за многие там миллионы лет существования этой дикой клубники сложившийся механизм значит если вы его ломаете то клубник становится не сладкая и твердая то есть пластмассовая зато ее можно далеко вести потому что не клеточные стенки не тронутая и она хорошо сохраняется вот эти значит вот вот пластмассовые сорта это спецсорта традиционной селекции отобраны на индустриальное производство геномодификации это отношение не имеет теоретически можно киномодификации сделать то же самое но в данном случае от нет значит если значит кто-то нервничает по поводу конкретных растений то есть вот чудесный сайт справа ну вот его название вот а можно просто посмотреть какие вообще от геномодифицированные сорта каких растений природе существуют ну скажем дыня какая-то опытная дыня есть а вот геномодифицированных арбузов тоже нет хотя арбузы стать сильно не вкусными в моем детстве арбузы были гораздо вкуснее я просто помню вот давайте следующее ну да еще один чудесный опрос чтобы не иметь национальных комплексов значит это для разнообразия просто американский штате оклахома это такая вот средний запад сельхозяйственный значит тоже довольно часто обсуждается но хорошо но вот человек имеет право знать давайте мы просто маркировать а дальше потребитель сам будет вы это решает что он хочет а что нет ну замечательно действительно те же самые 82 процента считают что надо обязательно значит вводить обязательно маркировку продуктов полученных с применением свет гена инженерии очень хорошо значит те же самые 80 процентов считают что надо вводить обязательно маркировку продуктов содержащих днк вот давайте следующее значит хорошее дело значит это минеральная вода без геномодифицированных компонентов а это соль без геномодифицированных компонентов они действительно не содержат в том числе и днк в этом смысле с ним все хорошо ну вот опять значит это особо это вот тонкая вещь потому что такого сорта маркировка она конечно создает какие-то конкурентные преимущества там тем или иным продуктом и вот насколько разумно вводить маркировку которая не имеет никакого содержательного смысла но при этом искажает восприятие потребителя она очевидно искажает мы отсюда видел это на самом деле непростой вопрос давайте еще следующее значит уже правда не прогулок на химию но тоже чудесно и значит полезно понимать что если мы хотим действительно вводить такую настоящую честную маркировку если вы возьмете там любой продуктом быть длинный список там консервантов и всего прочего которые он содержит они всего начинают на страшную бубу е и это длинный список вообще говоря если быть честными последовательными то давайте мы уже тогда это делать как следует давайте каждое яблоко заворачивать бумажку на котором будет длинный список консервантов красителей антиокислителей эмульгаторов и прочей условно говоря химической дряни которая в этом яблоки содержится я когда-то в телевизоре с коллегами мы дискутировали значит антикмошниками среди которых был органический фермер который объяснял что вот он не использует все этой гадости а у него значит все вот по традиционной технологии органическая я ему придумал ловушку но он попался более простую значит я у него спросит не я придумал и давно придумали у него спросил а применяет ли он в своем хозяйстве дегидроген моноксид вот он скажешь конечно нет я говорю нет во первых вы применяете вы просто сейчас долгали а во вторых я требую чтобы вся ваша продукция была помечена значит наклейкой значит надписью содержит дегидроген моноксид но понятно да а что у на всякий случай вот готовил то я ему на самом деле про мала на и у него вот хвата со своими яблоками начал него хотел спросить содержит ли его яблоки молонат но тоже самое это обязательно наклейку молонат это вот этот я обычная кислота она в яблоках есть название давайте еще одну ну и дальше дата все натуральное хорошо и полезно давайте еще следующую значит она не содержит гму давайте еще следующую я склонен настаивать чтобы продукт органических ферм вывесных жены наклейкой это правда они этим гордятся все как у бабушки давайте еще следующее ну понятно что там бывает значит слева это бактериальные значит всякие чудесные существа а право это вирусы и еще следующую вот значит окно от геноматифицированной еды еще никто не умер и даже никто не заболел и одного случая не предъявлено вот органической продукции которая замечает на это я ни в коем случае это так ведь не есть пропаганда против значит органических продуктов они достигли довольно часто намного вкуснее чем вот такие индустриальные опять геноматики гены модификации отношения не имеет тем не менее полезно понимать что вот несколько лет назад германии была вспышка патогенной кишечной палочки и примерно 4000 человек значит вы имели сильное кишечное отравление а 50 человек из них таки померло и проследили это то органической фермы которая выращивала какие-то проростки а я не помню чего вот вот с применением традиционных органических классических технологий то по-видимому генная модификация гена инженерии это современная технология которая наиболее жестким способом проверяется внедрение одобрения геноматифицированного сорта занимает многие годы потому что регулирование в этом месте очень жесткая частности под давлением там общественного мнения само по себя тоже неплохо у этого тоже есть оборотная сторона потому что среди нелюбителей кому довольно часто бывают люди которые вообще не любят современный капитализм и мультинациональные компании вот так вот сингента монсанто и все вот эти вот значит такие значит международные монстры значит хотят пропадите своими генами модифицированными растениями весь мир это или правда и неправда это отдельный вопрос это можно обсуждать хотят они поработить или только нажиться но как раз это жесткое регулирование очень сильно мешает тому чтобы маленькие независимые компании стартапы в эту деятельность входили потому что у стартапа нет ни малейших шансов на то что это что хватит денег на то чтобы пройти все эти этапы значит проверок которые нам нужны на самом деле в точке зрения как у малого и среднего бизнеса условно говоря то эта вещь сильно не очевидно давайте еще следующее да вот значит еще раз при науку вот я сказал что нет ни одной статьи в которых был бы показано влияние на плохое влияние киномодифицированной еды на лабораторных животных значит на это немедленно предъявляют вот такой вот значит несчастную крысу вот она там справа нарисована если вы там пойдете в интернет и и напишите геномодифицированная что угодно и там вред здоровью то вам немедленно выскочит вот такая крыска или там если вы в телевизоре посмотрите какой-нибудь передачи прогмотом эти крысы тоже будут показаны вероятность процентов 90 начать и крысы выползли из конкретной статьи 2012 года на что по французского биолога хиролиния и там еще больших людей считать я была опубликована приличным сильно журнале вполне нормальном насчет ее публикация сопровождалась всякими смешными а историями во первых значит со всеми журналистами заключали сокращение конфиденциальности и это вообще говоря нормально это вообще принятая вещь что если ты сделал там открыл что-то безумно замечательное то ты можешь там журналистам разослать заранее там черновик статьи с условием что они смогут подготовить свои материалы на публиковать их буду только после того как статья собственно научно будет опубликовано это абсолютно принятая практика что там было непривиально что это соглашение конфиденциальности включала запрет на цитирование других ученых вот это уже экзотика так не бывает значит эта статья презентация этой статьи показывали вот этот фильм значит ужастик значит этими несчастными крысами всем прочим про крыс полезно понимать вот что это к специальная лабораторная линия крыс выведенных для того чтобы изучать рак поэтому они начали не возникают эти опухоли независимо от того чем их порно они про специально таким способом были отобраны на них проверяют во-первых механизмы возникновения раков с на них тестируют какие-то противораковые потенциальные средства они специально для этого устроят поэтому ровно такую же крысу очень легко предъявить которую никакого кому никогда в своей жизни не выросла не видела все равно вот такая оказалась несчастная значит дальше была опубликована в этом же журнале 17 писем со критикой разных аспектов этого исследования значит да мои любимые из них на чего сделал десантливич панчин который завтра здесь будет про эволюцию рассказывать он сделал следующее он взял результаты ровно из этой статьи ничего нового вот те таблицы которые в этой статье были опубликованы взял статистические методы ровно из этой статьи опять-таки не придумавши ничего нового а и показал что согласно этим автором самцы крыс которых кормили гмо живут дольше чем самцы крыс которых мы не кормились контрольной группы и творить такие результаты просто нет биология и статистика там настолько низкого уровня что там нет предмета для обсуждения их же методами можно прийти прямо противоположному выводу соответственно было несколько заявлений французских поскольку во франции дело происходило академии наук там просто академии наук биологической экономической каких-то еще и нет медицинской значит про то что но опять идет про низкое качество этой работы почему кончился тем что статья была отозвана в научном обиходе этой статьи больше не спали точно она была переопубликована журнале который намурзил когда там лицензирование просто нету вот то есть научном обиходе этой статьи не существует тем не менее ее всякий раз приводят вот в качестве такого главного флагманского исследования причем там стать позорная по моему потому что у меня значит ну опять вот я там дискутировал там разных аудиториях с этих мощниками с одними теми же и вот его один раз поймал на этом предъявил что это статья отозвана следующая встречаешься он на голубом глазах а вот было исследование сиролини тот же самый человек он как собственно в прошлый раз выяснили не было исследование сиролини было исследование не было вот его как раз за разом то вот то есть это уже нельзя сосла отнести на добросовестное заблуждение такое прямое вранье а ведь у меня рядом нету то они про это рассказывают дольше и подробнее давайте следующий еще одна вещь которая действительно серьезная и очень огорчительная вообще говоря там абсолютно там резонным опасением являются всякого рода экологические последствия ну например спать у вас могут там начать погибать каких нецелевые организмы да вот вы сделали картошку которая там ядовито для кларатского жука а вдруг у вас кто-нибудь еще тоже помрет или что значит вот те гены которые вы внесли там результате скрещивание попадут в дикие растения и вот это вот устойчивость гербицидом вот она распространится это вообще говоря законные опасениях надо там иметь ввиду их надо обсуждать при этом опять-таки никаких экспериментальных свидетельств того что такое в реальности происходит не существует это событие всякий раз развиваются по одному и тому же сценарию публикуется статья где показано что вот какой-то геномодифицированный сорт плохо влияет на каких-то насекомых тут было три серии значит бабочки ручейники божьей коробки на всякий случай они без права нарисован значит эта статья публикуются там нормально в приличном журнале но она сильно сделала там она 30 с правильными более-менее правильными контролями выглядит как нормальная научная статья там проходит рецензирование публикуются начинается какой-то страшный значит общественный по этому поводу резонанс так все газеты печатают что все все бабочки умерли опять таки всегда в естественных науках там любой сильный результат не медленно проверяется других лабораториях не подтверждается это уже никому не интересно так то что все бабочки умерли это сенсация значит то что ни одна бабочка не пострадала все уже все забыли проект заигранных вот было 3 серии значит такого сорта причем значит там были заявления greenpeace там были там какие-то решения значит административные вот это все опять это вещь про которую надо думать при этом полезно понимать например что поскольку вот пестицидная нагрузка уменьшает я показывал то дальше уже действительно наблюдение там наблюденный факт что разнообразие без позвоночных насекомых полупообразных всяких на тех полях где выращивать геномодифицированные культуры больше чем на тех полях где выращивают традиционная культура по банальной причине потому что яда химикатов идут меньше ну ну в общем вот так давайте еще следующее да но про ученые общества это удивительная вещь что геномодификации они как оказались на 3 его такого общественного обсуждения даже ядерные станции в атомной станции или атомной атомной электростанции меньше обсуждают и вот это ровно то место где наблюдается наибольшее рассогласование между более менее консолидированные точки зрения научного сообщества и точкой зрения общества в целом опять это не российские данные американские но вот там отношение к геномодифицированным организмом как у ученых абсолютно консолидирована дома у биологов во всяком случае то что в этом никакого вреда нет там но есть ученые которые работают в других областях которые к этому тем не менее а то есть скорее как генеральная публика но публика в этом месте ученым не верят опять-таки отдельный интересный вопрос почему так происходит тут это на самом деле надо обсуждать не со мной а с какими-то социологами социальными психологами наблюдение состоит в том такое поверхностное что во первых эта вещь которая довольно глубоко въелась в массовую культуру вообще от вмешательства в живое и вот конструирование всякого рода химер там начинается ну там с греческой мифологии там остров доктора марау уэллса там франкенштейн вот это все страшно и ужасно на это накладываются по-видимому какие-то религиозные соображения что вот человеку не надо вмешиваться в значит дела божественные а ясно что создание живых существ это тело божественное вот на это же наслаивается не имеет вот этот фактор средство массовой информации и что для них являются сенсации что нет есть на самом деле единицы но при этом очень громкие вот таких-то бывших ученых значит которые на этом месте делают общественную карьеру там надо искренне иногда неискренне но вот это так работает давайте еще ну это дальше да нет это просто уже значит есть опять значит есть некие консолидированные точки зрения зафиксированы высказывать разного рода ученых сообществ да там ну они в общем на самом деле не очень для порядка этот слайд привел но это такое вот значит отсылка к авторитетам более точно так это показывает действительно есть консолидированная точка зрения биологического сообщества а против него есть вот все остальное просто я говорю давайте чем что происходит россии значит вот когда начать начались какие-то очередные наезды на генной инженерии в прошлом году то было написано письмо мяч от российских ученых там дальше очень любят то почему это возникло еще почему я про это говорил очень любит вспоминать что здесь письма которые писали там 800 ученых это несколько тысяч ученых а всего мира просьба и запрете кло это письмо очень интересно посмотреть а среди ученых там донтисты адвокаты озабоченные граждане еще кто-то там вот собственно людей массажисты там я не понял там кого только нет в общем там ученые тоже есть при этом нет это не то что там были одни донтисты но просто тоже вот поскольку это много раз возникает там разных контекстах очень полезно понимать это можно его найти она в интернете висит можно про список подписи почитать он очень забавно читается местами да так вот россии было письмо которому собрать за очень короткое время его там быстро подписывали быстро отправляли там был 300 примерно подписей из которых полторы сотни это были доктора и кандидаты на ум именно вот биологи и медики все на было заправлено в министерство образования и науки следующего значит 1 августа прошлого года пришлось чем замечательное письмо очень значит всех подлившая что значит минобранауки разделяет вот те опасения которые в этом письме я перечислил значит обсуждаются всячески поддерживает развитие пить налоги вообще киноинженерии в частности а если какие не создательные депутаты вносили всякие дурацкие законов я не тут написано дословные цитаты я это немножко вольно значит у насчет вносили всякие дурацкие законопроекты так минобранауки всегда доволен проект отрицательные решения и вообще ребята мы с вами очень хорошо все страшно обрадовать прошло четыре месяца и правительство россии одобрил законопроект о запрете кеном выращивания геномодифицированных культурных территорий российской федерации вносил этот законопроект правительства то же самое министерство образования и науки и более того парк парк зам заместитель начальника департамент научных исследований помог называется матвеев тот самый человек который подписывал письмо от 1 августа значит когда я вас просил то спичь что с ним стряслось за эти четыре месяца столбов проекты 100 приняло решение мы должны его выполнить начку с доме пообещали это оперативно рассмотреть вот занимался этим комитет по оградным вопросам а конкретно его вместитель председатель этого комитета депутат школкина а можно еще следующего ну да значит то же самое общество научных работников значит написалось очередное письмо министру значит но она была длинная но содержание его сводил их потому что как же так на это уже ответы не было а вот еще следующее да госдума это немедленно в первом чтении приняла и еще следующее и вот она это чудесный депутат школкина это немножко ниже пояса но я еще еще и один из участников диссернета то я очень люблю эти слайды вставлять по чтобы понимать кем мы имеем дело да вот этот чудесный надежда васильевна а справа это разрисовка и и диссертация это просто все страницы а квадратиками помечены те страницы на которых имеются списывание да ну цитаты без кавычек слаблогиат нельзя говорить в силу там особенностей закон применения вот поэтому начат правильно говорить не документированные недокументированные не должное заимствовать вот это она самая есть вот эти люди решают значит что делать агенными геноматифицированными организмами в россии на самом деле там история вот какая она что это вредно не думает никто ну кроме там таких по видим отдельно упертых идиотов значит и это все подается под вывеской продовольственной безопасности что злая значит транснациональная мансанта на подсадит на свои геноматифицированные семена а потом значит мы на себя наложим санкции не сможем их выращивать и вот значит и нашему сейскому хозяйству наступит кирдыр даже если принять эту логику да я знаю лучший способ начата вы избежать там не воевать соседей все будет хорошо вот но даже если принять эту логику законопроект патологически вредны именно с точки зрения продовольственной безопасности потому что смотрите что получается выращивать нельзя заводить можно значит дальше поэтому что вы волнуетесь можно выращивать экспериментальных целях вот мы будем эти технологии разбивать но это все-таки не наука да вот создание геномодифицированного сорта там науки как таковой нету это чистая технология и это в общем бизнес да вот наукой люди занимаются чтобы что-то узнать новое чего никто не знал биотехнологии берете занимаются чтобы сделать что-нибудь полезное это продать и разбогатеть вот очень но опять так вот на уровне комикса теперь представьте себе биотехнологическую компанию в россии которая развивает там делает какой-то новый сорт это в общем тяжелое дело без малейшей надежды что этот сорт когда-то пойдет в производство да но это значит таких мазохистов по-видимому на свете не было поэтому на самом деле такому проекту с точки зрения продовольственной безопасности и технологического развития россии он вредный патологически ну вот значит будем посмотреть что с этим происходит и собственно давайте следующего да это все а сколько у меня еще времени последняя лекция смотрите тогда мы делаем так давайте я сейчас немножко поотвечаю на вопросы если есть а потом у меня еще будет кусочек пропаганда что-то про другое я бы его хотел показать но проще чтобы не перебивать я давайте прокинами модификации закончил значит как с микрофоном здесь устроен когда ты людям давай да и давай я пока я постараюсь а можно показать еще раз слайд с опросом который был сам в начале лекции посмотреть если динамика какая-то и попросит вопросе динамики нет потому что он одноразовый и он недавно это там прошлый позапрошлый город а в зале можно давайте мы в зале сделаем это не надо не стоит показывать я помню эти вопросы хорошо давайте просто переформулировать немножко вот есть кто-нибудь кто придя сюда думал чтобы мог это вредно а вот послушал меня и решил что может быть это не так вред вот есть такие люди да есть динамика спасибо большое спасибо за прекрасную лекцию скажите пожалуйста как по вашему мнению для чего депутаты принимают этот закон ведь большинство из них понимает что это ну глупо то есть они понимают что это не вредно и все такое при ответе на вопрос прошу учитывать что есть запись и возможно это все будет в сети хорошо но смотрите значит это требует отсылки к некоторых аспирологии значит гипотеза моя состоит следующее первое что на самом деле не все из них это понимают от них есть действительно откровенные идиоты поскольку это запись я не буду произносить фамилии но во вторых я сильно подать значит значит я думаю что на самом деле действительно давление идиот вот вот то что было раньше это типа были кичатные инициативы вот отдельных таких значит ребят которые там на суши хермакова и что-то у них там клави повернул сейчас эта волна идет не из думы до того под штампуют то что и принесли эта волна идет по всей видимости и совета безопасности вообще видимости более точно это на том самом заседании это был битым словом сказано это не секрет и это по видеоэлемент ну такого общего окупливания всего государства давайте мы таскать себя отрежем вообще от всего разумного на свете существу значит протаскивается это плод вывеской той самой продовольственной безопасности и об обычной независимости там россии от всего мира значит что это вот в этой логике что это глупо ну это надо уметь читать больше чем на один шаг вперед если в этом какой-то еще отдельный лапизм там произносит чудесные вещи опять это было запись это можно просто послушать была дискуссия в казани где был два депутата один из них вот был такой антиглошный он кучу всего чудесного там сказал вот в частности что давайте у нас будет такое конкурентное преимущество что во всем мире так как будет выращивать гму а когда не пойму как это ужасно то кажется что у нас то как раз все значит чисто и органическое нет еще раз значит это в казани на прошлой неделе думай казань такая замечательная организация которая устраивает популярные циклы в частности вот диску они устраивают частности в жанре такой дискуссии это просто лежит в интернетах можно найти послушать ну вот ничего более умного я к сожалению не могу придумать спасибо за лекция вопрос не проговор на первом слайде у вас стилизованный логотип не показал что это сплетенная льва ремня да нет это просто действительно логотип нашей лаборатории значит она называется формально учебно-научный центр соответственно там то что это спираль из ремней это отражает научность а то что все-таки ремни это отражает учебность уважаемый знаете это действительно очень странный законопроект ведь есть еще один законопроект который волнует всех биологов о том что нужно проводить строгий учет всех клеточных продуктов скажем так всех клеточных культур который в лабораториях сейчас производится то есть получается что это по аналогии с чашкой с особо опасные бактерии мы должны учитывать каждую чашку стыла ну и другие все вещи как вы прокомментируете тебя добавляйте в грани сушу протокольского на проект если это правда то я тоже не слышал значит вот и ссылка в умею просто пришлите я даже знаю что я с этим сделаю значит ну все-таки представитель совету это сам комитет по науке госдумы он там медик оба не пиолог но все-таки он пускать не совсем свалился значит во первых можно просто обратить его внимание на то что такая штука есть пославший там письмо с соответствующим комментариях во вторых опять-таки вот на волне вот этого законопроекта все-таки как-то началась консолидироваться в биологическое отделение российской академии наук еще не сильно в какой-то момент стручились и опять-таки вот про это самый про клеточной культуры вот я тоже впервые слышу значит я не знаю где-то где гуляют но принципе такая вещь есть это просто устраивать большой большой шутер я понимаю клеточных так вот это просто устраивать большой шухер жизнь могут показывать что иногда это помогает нет хорошо спасибо первый вопрос у меня два маленьких вопроса первой остались ли зале те кто думал продолжает думать что думал это вред ну чисто для статистики цинамика до конца до конца отлично думаю они еще зададут вопросы и второе а можно ли саму презентацию где-то в сети получить спасибо хорошо ну когда вы считаете вообще есть шанс как победить это общественное мнение но во-первых одно из предыдущих голосований уже в ходе ответ на вопросы показали что такой шанс есть да и это про ну 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 как вы объясняете говорить объяснять там на больших временах может сработать на самом деле это же эффекты не специфические российские в европе такой же маркобесия тоже во всю гуляет не очень понятно но это надо во-первых это действительно надо просто там больше про это рассказывать а во-вторых по-хорошему это просто феномен общественной которые надо изучать два маленьких вопроса первый вопросик вот какой процент в азиатских странах слепых людей и 2 второй вопрос предположим что у нас в доме сидят ну пусть умные люди пусть предположим закон ему разрешили как быстро российские генные инженера смогут заполонить рынок нашим нашей или можно пробудить спасибо не знаю какой процент населения вот так это можно поделить да если там полмиллиона в год то есть не безумно большой но достаточно значит гены инженерии в россии как любая высокая технология в россии не очень хорошая и это тоже над себе начать несколько геномодифицированных сортов есть чудесные геномодифицированные козы которые делают человеческий лактоферин в институте биологии гена такой массовой технологии конечно нет это правда другое дело что все таки хочется чтобы она была ну вот в меру сил так можно мы сделаем эксперимент тут был несколько человек которые там значит сохраняют какие-то опасения может быть они что-нибудь просят или скажут и мы это обсудим давайте вот девушки да здравствуйте у меня вопрос по поводу вот сортов особо устойчивых скажем к насекомым то есть если насекомые их вообще не едят спасибо это правильный вопрос я про это забыл сказать значит эти сорта это картошка в которую вставлен токсин природные это токсин из бактерии значит бактерия она вот патогена для насекомых соответственно картошка тоже вредна для насекомых тут полезно понимать две вещи первое что механизм действия этого токсина на таком кто на человек в принципе не может действовать потому что нет мишени да все-таки биохимия кларатского жука и наша биохимия они немножко разные вот у нас нету мишени для этого токсина или ни у кого из позвоночных нету поэтому для позвоночных он в принципе безвреден а второе что тот же самый токсин применяется просто как пестицид его на полях начало значит синтезируют и на полях рассеивают значит самолетов или там из канистры разливают эта часть нормальной индустриальной биотехнологии теперь вместо того чтобы этот токсин разливать и там ну по группе все насекомые значит которые вот попали под облако выводцы направленным образом синтезируете в виде картофеля ну вот я ответил на вопрос михаил вопрос о запрете гмо с моей точки зрения не научно чисто экономически если экономический анализ от запрета и от разрешения гмо иначе говоря не пойдем ли вам по пути латинской америке где при массовом внедрении гмо с сельским хозяйством стороны может быть серьезная проблема ну смотрите значит во первых это в общем дело каждого конкретного хозяйства решать хочет она выращивать ген модифицированной культурой не хочет во вторых история про проблемы в южной америке я не уверен что она имеет место конкретно про южную америку не знаю просто не видел соответствующих материалов а про индию известно что есть такая легенда что в индии пусть только начали выращивать ген модифицированный хлопок увеличилось число самоубийцев среди фермеров это нет это еще раз это на полном серьезе это таки много много где опубликован это просто прямая неправда с точки зрения конкретных фермеров у меня вот были эти самые слайды но не будем не возвращаться на словах скажу значит в том же самом обзоре который я приводил про пестициды данное там были данные про экономическую ну собственно про экономику там были приятных массовых культур и соя хлопчатник и кукуруза по моему там смотрели соответственно доходы фермерских хозяев они увеличиваются вот чтобы не соврать полно 60 процентов среди потому что но опять надо смотреть отдельно это против значит вот устойчивый кирпицидом или значит устойчивый к вредителям там история такая увеличиваются затраты на семена действительно но при этом резко падают затраты собственно агрономия то есть было во первых и закупаются меньше химикатов и про сам экономический цикл становится проще мелкие фермеры не разоряются прибыли фермерских хозяйств увеличиваются ну сейчас это там мета обзор нескольких десятков работ я можем можно просто сеть наберут слайд у меня по моему эта картинка есть но вот могу ссылку дать еще отдельное укропнение фермерских хозяйств это вообще некоторый признак индустриального земледелия независимо от того это кино модифицированы или нет и об современной сельском хозяйстве в общем семеноводство от растениеводства отделено практически не бывают хозяйств которые сами выращивают семена и потом значит такие вот полностью замкнуты семена все равно покупают еще и все равно покупают неважно вы покупаете их у мансовскую мансов или у другого производителя себя мне вопрос именно покупаете каждый год причем есть лицензия не пройдите гербициды в лицензии на право пользования гербицидами покупать не надо эти гербициды покупаются в магазине раундов он должен потом обсудить уже наверху на специальный вещь на самом деле не очень дело ваша лекция потому что как таковых статей и ссылок на статей научно где вот это как-то опровергается я не могу давайте я покажу вот она ссылка у меня на каждом слайде на деле справа внизу мелкими пугов еще другая ссылка не бывает такого чтобы не было вообще ничего плохого у вас пишется что вот все все хорошо а вот смотрите гены инженерии технология если я задамся целью не дай бог отравить свою тещу то я смогу подсадить какую-нибудь гадость морковку и ей подсунуть можно значит путем гена инженерии вполне можно создать ядовитый сорт более того путем обычного отбора можно создать ядовитый сорт в отличие от гена инженерии это зафиксировано значит была чудесная история когда на счет кусочек биологии сначала так все знаем что ягода картошки есть нельзя потому что они ядовитые да в них саладин значит природный алкалоид которым собственно картошка борется с теми кто пытается ее съесть отбирали клубни там на какие потребительские качества в частности на красоту чем традиционные вот как селекции заодно случайно отобрали сказать клубни на повышенное содержание солонина значит этот сорт был введен в производство значит начались отравление его отозвали для таких историй было в углу без картошки значит поэтому там сделать ядовитую через хозяйственную культуру вообще говоря можно из можно селекции значит можно гены инженерией как угодно завоевать таким способом мир по видему довольно трудно да и там отравить там не знаю все население российской федерации это я тоже не придумал это в интернетах пожалуйста там гмока генетическое оружие против русских значит наберите прочитаете массу интересного только не на ночь вот ну вот там медицинский факт состоит в том что до сих пор никакого негативного влияния тех геноматифицированных сортов которые прошли вот все эти ступени контроля и сертификации не наблюдалось вот это факт все остальное это интерпретация давление консерватора так а вот так вот здесь вот тогда а вот скажите пожалуйста есть такая цепочка который мне кажется очень логичный то есть правильно я понимаю что семена гаймо второе урожай не дают то есть здесь ну я имею ввиду есть я их посадил то собранные я не могу использовать ну понятно дальше страшная мансанта всех подсаживать на свои семена давайте начать про это скажу значит это вот как вы сделаете так и будет есть специальный механизм который действительно позволяет выключать схожий семян следующего поколения и в каких-то сортах этот механизм ставлен опять-таки путем опять-таки слава я знаю спасибо опять-таки путем генетических модификаций есть другие сорта в которых этого не вставлен опять-таки в той чудесной дискуссии в казани там было подряд этим самым депутатом хайрули нам сказано две страшилки первая страшилка это вот то что вы сказали что семена не всхожие и все подсаживаются на покупку этих семян раз за разом второе что делали рапс устойчивый гербицидом значит какие-то семена просыпались и теперь это поле полностью отравлено потому что чего кроме рапса на нем не растет потому что рапки какими силами с него удалить невозможно значит вопрос на то что вы уже определитесь чего вы больше поймите что эти семена будут сходить всегда и вы с ним ничего не сделаете я не там с кем-то скрестятся и у вас будут супер сорняки или вы боитесь того что они не будут сходить никогда и монстант вас посадит на крючок значит и ответ не добился на самом деле верно и то и другое действительно можно делать и так это отдельная вещь что полезно понимать что очень многие из тех семян которые сейчас применяются они одноразовые потому что если вы купите там семена огурцов у метро тут большая вероятность это будут гибриды первого поколения а есть такое чудесное явление гетерозис когда вы скрещиваете два далеких сорта то потом что получается лучше чем оба родителя более более крепким более устойчиво более плодовитым и так далее но второго поколения у этих семян уже не бывает поэтому это опять-таки там экономические последствия там того или другого механизма можно обсуждать там встраивать вот это вот кассету значит убивание второго поколения или не встраивать и это каких-то стартах она есть каких-то нет и вы это всякий раз заранее знаете а если вы не верите мансайте вы можете просто проверить вот самостоятельно так сейчас же опять кто-то захочет отравить весь мир то его очень трудно потому что очень легко просто взять определить последовательность генома этого сорта и понять что туда вставлено да это просто можно взять и сделать за небольшие деньги там любой лабораторию не совсем любой но там любой дисциплинатор стоит и там заказать такой лаборатория вот но это не есть специфика геноинженерии геномодифицированных организмов это есть общий вопрос экономики сельского хозяйства относящийся сразу ко всему никакой вот гмошность никакой специфики в этом месте нету я вас прервал вы хотели цепочку продолжить есть кусочек цепочки еще если значит то я позволю себе напомнить то есть логика есть же какая-то природе да вот например то есть если семена дают урожай а этот урожай уже не может дать семена то например женщина которая употребляет продукт постоянно не обретает и ребенок и и свойства семян то есть ну короткий ответ нет вот с точки зрения опять-таки там каких-то того что происходит после приема пищу не меняется ничего вообще говоря механизм образования семян и механизм образования детей он биологически немножко разный в этом смысле начать вы хотите про что-то тревожиться то лучше тревожиться про употребление ростовых гормонов животноводства да вот если вам спокойнее жить когда вам что-то угрожает вот эта штука гораздо более вредная вот ну и дальше стандартная значит так нет никакого пихать значит там биохимия и биология растений биохимия биологии людей вот настолько различны что генная модификация на растениях на людях генетической точки зрения никак сказываться не может принципе а единственная потенциальная опасность это просто будет что-то ядовитое не передающиеся в поколениях это попавших генов а просто откровенно ядовитое на этом вроде бы уже обсудили есть еще дача чудесная история тоже очень любят показывать значит одним из приемов гена инженерии растения это использование агробактерии такая известная бактерия там существовавшая задолго до человечества которая значит это патоген растений она вызывает у растений вот на росты а сейчас мы теперь этот народ назовете опухолью то дальше можно значит говорить что об увеличении роста значит числе там количество логических заболеваний всего прочего вот это тоже они как значит никакого отношения к действительности не имеет но там клубеньковые бактерии собственно это близкий родственник от клубеньковых растений которые на бобовых животных других растениях азот усваивают и страшно полезный в игротехнике всю жизнь применяются а была еще одна чудесная история только что в феврале по моему была опубликована статья что и новым ботата вот сладкий картофель который традиционно из хозяйственной культуры очень много где вот он содержит большие куски генома этой самой почвенной бактерии которые построились причем культурного ботата эти куски есть а у дикого ботата этих кусков нет какой-то момент при одомашнивании ботата без всякой геноинженерии давно тысяч лет назад оказалось что культурные все культурные существующие сорта вот эту ставку имеют каким образом это как это возникло это понятно почему это отобралось почему это оказалось вот тем признаком который отбирался вместе со культуре у это на самом деле интересная вещь про этого ясно что люди сейчас это будут изучать это интересная история потому что гена инженерии на сам битву читал алкоголь для человечества куда нет человечества уже было но задолго этого биолога последняя часть вопроса мне это не опасно я уже оставил очень много детей вот я до ребят так вот смотрите а в какую секунду происходит или момент или время да то есть смотрите если у меня семена которые не способны оставить по свое поколение следующего это же кирпичики это же вещества ну то есть органические они преобразуются в клетке ребенка и почему в какой момент эти вещества разлагаются до элементарных составляющих которые совершенно одинаково независимо от того какие семена вы едите а после этого из этих элементарных составляющих клетки ребенка собираются заново здесь вас не страшный робот вот в терминах этого гиппикника значит там не знаю там вооруженный лазером автоматом калашников а потом значит вы его разобрали на винтике то значит противоречие с известным анекдотом значит обратно автомат калашникова не соберется вот значит там генетический аппарат съеденной там картошки или кукурузы рассыпается в мелкую пыль как там набор книги который рассыпан на литер и отдельная а потом из него заново собираются клетки нашего организма но и кроме того опять обращу ваше внимание что эта проблема не только кому да вот вы там мы там едем там стейки тех кто не вегетарианцы а викторианцы едят картошку но не тех сказать у тех кто едят стейки не врастают рака у тех кто есть картошку не вырастают листья вашей логике очень много вопросов буду обрубать и те которые запомнил вот очень давно вопрос спасибо как мне кажется и больше большинство присутствующих основная проблема связанная с низкой биологической грамотностью в обществе соответственно вопрос что стоит делать особенно учитывая недавнюю атаку на фонд династии который очень много книг публиковал по диалогу честное слово мы не знакомы но я сейчас тогда уже покажу следующий слайд ну давайте докрутим вот до конца и ага и давайте нет а ну давайте так быстро тогда прокрутить все ладно еще 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 вот все нет вот 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 это вот картинка эта фотография участника школы в регулярной теоретической биологии впущено в этом году в августе будет 4 я был на 2 3 и 1 4 надеюсь поезд тоже начата две недели школьники старшие школьники там такие россии по моему самый восточный был из красноярска но я не уверен может быть были восточнее тоже значит это две недели значит первая половина дня это лекции семинара вторая половина дня это работа в лабораториях это могут экспериментальные лаборатории это могут быть вот как у нас компьютерной лаборатории можно следующее это наша статья значит мы ее начали вот на этой школе и вот эта девочка вот это ее аффилиация она прямо так статьи значит хороший нормальный научный журнал вполне так хорошая стать ну там приличный статья вот у меня есть автор который значит школьница вот я думаю что некоторые экзотика эта школа поддерживалась и поддерживалась династии давайте следующее но вот она династия давайте еще следующее просто значит а такой фонд который довольно много всего дело хорошего это было с одной стороны поддержка собственно ученых у них был несколько программ грантов для людей которые только только защитили кандидат кидал в тот момент когда собственно происходит выбор дальнейшей карьеры и вот выбор направлений а еще больше они поддерживали всякую популяризацию науки вот то про что собственно было рассказано там фестивале науки просто просто уже строго по всей россии до тропала стадок ленинграда они поддерживали издание научно-популярных книг ну вот я читал биологически они действительно как правило безумно были хорошие что более чисто династия задавала тренд я собственно вот издание научно-популярной литературы значительной степени про стартовала когда династия начала их заниматься вот после некоторых заметного провала ну это много всего другого замечать вот эти замечательный сайт элементы ru который всем очень советуем действительно отменно хорош там такие популярные дайджест и вот самых последних самых интересных статей в том числе в насчет биологии вот это династия делала еще следующую значит после чего ее обозвали в мая иностранным агентом иностранным агентом и обозвали по двум причинам соответственно две компоненты первое значит а это все было организовано создано дмитрий поищем зименым который в сущности вот являлся основным донором династии и значит да значит что понять масштаба бюджет составлял примерно 400 так спокойно 400 миллионов в год рублей вот значит это были процент его капитал он основатель компании вы белков но там по современным меркам он не самый богатый олигарху тем не менее значит он капитал лежал западных банков от этого процента шли на поддержку всего этого замечает поскольку капитал лежал западном банке то это иностранное финансирование а политическая деятельность составляла состояла в том что в частности династия поддерживал другой фонд либеральная миссия а либеральная миссия провела несколько лекций по там истории политологии дала несколько вот этого оказалось достаточно чтобы династия объявить иностранным агентом был даже большой шум и но ты через сайт два главных научных журнала вот которые есть на свете давайте еще следующая был показан то что это не случайность значит доказывается тем что немедленно после этого был показан абсолютно гнусный фильм пнтв вот собственно про имена и про его сына и про он династия то есть это по-видимому было не бюрократическая случайность такая такая более глубокая атака еще следующее но вот довольно много разных общественных организаций значит по этому поводу высказалась включая два совета общественных времен обор науки собственно общественные советы совет по науке комиссии по борьбе лжи наукой российской академии наук совет по правам человека значит вот общество научных работников и начать на чистой организации был несколько открытых писем собиралась в разных местах по несколько тысяч подписей были пикеты в новосибирске казани в москве и был митинг москве на котором был три с половиной тысячи человек это в общем для научного митинга на самом деле очень многое почти что из того что я знаю это рекорд это когда реформ академии наук было такого не было вот значит ничем это не кончилось там министр и значит сказал что у нас все по закону 17 июня состоялся суд в котором династии присудили 300 тысяч штрафа за то что она сама себя не внесла в этот самый реестр иностранных агентов и по видим на этом в общем история заканчивается иностранный агент как бы не ограничивает праве заниматься уставной деятельностью что есть чистое лицемерие потому что по двум причинам но первое что китом раз возрастает бюрократическая нагрузка дать и насти еще подключать хорошую процедуру не был маленький офис там мало было людей которых обработали он был страшно эффективный и они показывали вот пример того как и должно быть а у них там была очень хорошая процедура экспертизы причем не было хорошая процедура экспертизы конкретных проектов когда программа уже объявлена и ставить директоров разные программы очень жестко рассматривал я один раз там докладывал на совете директоров значит проект программы для поддержки молодых потоков биологов но это был один из самых тяжелых в одной из самых тяжелых переживаний в моей жизни потому что меня там в течение получаса действительно там поджаривали на бить на магнит нет меня спросили про все взять даже в общем что-то из первоначального проекта действительно поменял вот династия была очень хороша тем что она показывала пример процедуры вот как это должно быть сделано ну а дальше простая вещь туда формально говоря вы можете заниматься популяризации науки будучи иностранным агентом 1 теперь представим себе значит мэра гордость мутаракань поскольку запись идет в котором планируется фестиваль науки при поддержке фонда династии который является иностранным агентом как вы думаете мэр разрешит проведение такого фестиваля науки да вот в наших российских реалиях или например представим себе хочу династии есть конкурс просветитель конкурс научно-популярных книг российских авторов и книги вот людей которые попали в короткий лист это обычно пять человек они просто рассылаются по школьным библиотекам теперь если организация является на странным агентом она на всех книгах которые изданы при ее участии должна и должен стоять ярлык иностранный агент при кстати себе директора школы в той же самой тему таракани которому приходит пачка книг от иностранного агента вот а начата история абсолютно значит гнусная и позорная ну опять значит можно обсуждать почему так получилось в общем с точки зрения биологического образования это абсолютная трагедия да потому что опять таки вот силу там высокого уровня процедуры и качество отбора династики не давала хорошие книги в том числе по биологии они были там разумные научно и их было очень интересно читать а вот я там многие читал с удовольствием в общем даже по них зная все что там написано было просто интересно как это написано но так и плохо да но еще от себя немножко добавлю про династию просто чтобы вы понимали масштаб проблемы если вы интересуетесь петербургскими музеями наверно знать что петербурге нет нормального естественно-научного музея частично были улучшены фонды нескольких музеев это музей и мощный музей света это музей почвоведения тоже на василийском острове музей студии экспериментальной медицины это все было сделано за счет средств фонда династии я не знаю чтобы кто-то еще вкладывался в развитие естественно-научных музеев петербурге и отлично для нашего города это я не знаю что будет дальше два маленького бросика а первое а сколько вообще существует видов которые дошли до потребителя геномодифицированных первый вопрос а второй возможно ли какое-то универсальное кодирование чтобы человек потребляющий гомо понимал может дать интереса что мне поменяли что он едет банан там частичка огурца эту и так далее видов но по-моему малые десятки вот можно посмотреть этот самый список немного значит универсальное кодирование но можно внести закон на ген значит если там мировое сообщество и все правительства договорятся о том что все геномодифицированные сорта должны иметь стандартную вставку по которой их можно опознать то в принципе технически это вполне можно осуществить до какой степени это нужно делать я не очень понимаю потому что злоумышленник все равно этой ставку не вставят злоумышленников таким способом не поймаете добросовестные производители они так это сообщают ну я уже говорил что если вы там не верите кому-то то вы можете это просто сами взять и проверить да так и независимо от наличия отсутствие универсальной ставки там проверить модифицирован сорта или нет можно просто определить последователь генома этого сорта и прочитав что там написано тяжело это говорить но во первых не может у них был сергей чужой начинает уставать и в принципе уже холодная и все такое давайте это будет последний вопрос он будет там потому что вы уже давно очень рукой тяните спасибо я хотел спросить вот как раз в целях экономии времени сил вот наших с вами а если такой информационный ресурс универсальный которым собраны все прямые ссылки на исследования на переводы для русскоязычного населения и очень образована которую которому сложно что-либо найти в интернете сейчас может быть коллеги добавят и поправят такого централизованного ресурса я не знаю а есть совершенно замечательный живой журнал русланы радчук про гены значит она видеолог растений живет в и работает в германии значит у нее есть довольно хорошая подборка ее собственных текстов и других текстов у нее проживом журнале вот на первой странице все что связано с гмо значит перечислено вот значит вот можно смотреть значит туда есть вот куда-то девался он тут право стоял на фейсаша панчин вот он переслева вот тоже живой журнал инквизитор ты как наука science а потом инквизитор как инквизитор значит он вообще пишет много всего интересного не только про гмо но и там про гомеопатии другие значит заблуждение человечества в частности там можно и тексты тоже есть значит есть подборка текстов про генные модификации в троицком варианте 5 от троицкий вариант наука то просто по тегу гмо но там те же самые в общем пример те же люди и будут но значит тоже какой-то набор текстов есть вот кроме этого я пожалуй ничего сходу не знаю сочетать что-нибудь еще на прошлом гикки пикнике был человек который про гмо до плаврах теме да да вот еще саша говорит что у него значит книжка выйдет и там все будет написано но еще пока не вышло я добавлю действительно в прошлом году был у нас сергей белков плавер кемист опять же лев джону что же давайте еще раз выгодим а